ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь так не солнечно. Да вообще, даже прохладно очень. Всем привет, друзья! Это Орел и Решка, и этот уикенд мы проведем в Юрмале. В Юрмале. Абсолютно все слышали про Юрмалу. Конечно все. А ты, кстати, слышала, где в Юрмале можно очень круто повеселиться? Нет. А где можно поесть изысканной, необычной еды? Нет. А где хоть тусуется элита, ты знаешь? Нет, не знаю. Алин, а я знаю. Поэтому, да, я предлагаю ничего не менять без всех этих ритуалов. А просто я по старым контактам пойду, а ты пойдешь искать на выписки. Давай сначала выясни, Николай. Держи монетку. Решка. Орел. Давай-давай. Так что там? Где отдохнуть богачу в этом месте? Шикарно поесть? Что ты там говорил? Все, Алина, хватит разнить меня. Я тебе дам пару контактов. Отлично. А я тебе дам рюкзак. Держи. Соединение. Прощай. Юрмала. Город-курорт. На бесконечном пляже у вод Балтийского моря. Когда-то попасть сюда было мечтой каждого советского человека. Но есть ли здесь чем заняться? Современному туристу. Работаем. В аренде авто я попросила самую необычную машину. Ну что ж, пусть удивляют. Это моя машина. Такие бывают. Настоящая карета. Огромные окна. Что это вообще за машина? Какая марка. А, это Крайслер. Его просто не узнать совсем. Итак, мой транспорт на этот уикенд – Крайслер Петти Крузер, который местные умельцы переделали в карету. Везут эту упряжку 230 лошадок с максимальной скоростью 200 км в час. Все в бензелях, узорах, росписи и даже фонарики. Как они работают? Я сегодня Золушка. Надо до 12 успеть. А то тыква. Внутри машина выглядит еще круче, чем снаружи. Леопардовая обивка, подсветка и стереосистема на пульте управления. Ой, божечки, это же классика, ребят. Пульте целлофанчики. Но самое главное – комфортная высота салона. Есть неплохой бонус. Можно танцевать. Главное, чтобы он резко не тормозил. Получается где-то метр восемьдесят высота. Можно с высоким кавалером. И обойдется мне эта красота. Всего полторы тысячи евро за два дня. В Юрмале нет аэропорта. Поэтому все вновь прибывшие туристы сначала прилетают в Рику. Меняют деньги и отправляются в Юрмалу. Ехать к морскому курорту нужно с двумя пересадками. Сначала на 22-м автобусе за евро 15 до Риги, а затем на электричке до самой Юрмалы за евро 40. Итак, что я знаю о Латвии? В Латвии много воды. Около двенадцати тысяч рек и трех тысяч озер. Латвия – край заповедной природы. Большая часть площади страны покрыта лесами. Это делает Латвию одной из самых зеленых стран в Европе. Джинсы были изобретены латышом. Эмигрант Якоб Йофис получил заказ на крепкие брюки для дровосеков в семидесятых годах позапрошлого века. Так, появились джинсы. Первая в мире рождественская елка была установлена, как вы думаете, где? В Риге. В Латвии праздничное дерево начали устанавливать на 95 лет раньше, чем в остальном мире. С первых минут ты сразу понимаешь – Юрмала – это очень уютный городок. Такой город двух-трехэтажных домиков. Вообще, такое по-свойски, как будто бы из каждого домика сейчас выйдет бабушка с пирожками встретить тебя. Такое все милое. Юрмала – относительно молодой город. Чуть больше ста лет назад здесь было несколько рыбацких деревушек с местами для купания. А сегодня Юрмала – самый знаменитый курорт Латвии. Когда-то здесь отдыхали наши бабушки и дедушки. Это было модно, престижно и вполне себе доступно. Такая себе морская заграница Советского Союза. В городе есть несколько интересных достопримечательностей. К примеру, самый большой глобус в Латвии. Друзья, многих из вас наверняка волнует вопрос, как продюсеры отбирают города для морского сезона. А вот так вот. Вот сюда поедем. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Ребят, что я там надиктовала? Прошу. А это черепаха – символ Юрмалы. Вы знаете, у них есть что-то общее. Юрмала так же, как и черепаха, многое повидала, так же неторопливо и все-таки тоже любит тишину. Ну и главная достопримечательность города – это, конечно же, море. Балтийское море считается одним из самых молодых в мире. Поговорю, что в его водах растворено больше золота, чем в любом другом море. И главное – оно не глубокое и очень спокойное. И я пришел на центральный пляж города Дзинтери. Инфраструктура высокоразвитая. Здесь есть кафе, рестораны, переодевалки, даже вот музей небольшой есть. Все супер. Итак, контингент. Приезжие из стран бывшего Советского Союза и все-таки в основном латыши. Плотность отдыхающих очень зависит от погоды. Сегодня не так много людей, потому что был дождь, были тучи, а как только хорошая погода, здесь яблоку негде упасть. Итак, песок. Песок удобный. Пляж подельный на две части. Там рыхлый песок. На рыхлом песке удобно лежать, на полотенце довольно мягко. Если вы ребенок, удобно играться пасочками, лепить всякое. А здесь песок утрамбованный. По нему удобно бегать, кататься на велосипедах, на мотоциклах. Вода. Ну прохладная. Водорослей много. Вид уникальный юрмальский. Море и сосны. Прекрасно. Я обожаю это. Ну что ж, друзья, на основе вышеизложенных фактов ставим пляжу 1-3-4. Твердую четверку. Раз уж и рассекаю по юрмале на карете, значит и жить буду в собственном замке. Знакомьтесь. Вилла Морберга. Двухэтажный домино в не готическом стиле. Пятьсот девяносто квадратов антикварной роскоши и личный лошадный парк. Обойдется мне этот уютный замок в три тысячи евро за уикенд. Посмотрим, что же ждет меня внутри. Внутри замок отделан породами ценного дерева. Окна украшают ажурные витражи, а потолок – картины. Правда, есть один недостаток. Подождите, а где мебель? Совсем нет мебели. Оказалось, замок частенько сдают для вечеринок, свадеб и других торжеств. И тут пусто. Поэтому мебели здесь практически нет. Печка такая старинная. Ладно, может там нам повезет. О, стол, еще один стол, и еще один стол. Проверим второй этаж. Кстати, попасть на него можно по винтовой лестнице, которая украшает резные узоры. О, кровать. Отлично. Я уже стала переживать. Но дворец без кровати, быть такого не может. Какая ванная. Ух ты. Просто обожаю такой стиль. Очень красивый. Алло, мне чай, пожалуйста. Наверх. И окно. О, ммм, мм, 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 мм. Просто волшебно. Эта ванна просто мечта. Мечта для каждой девушки, мне кажется. Все, хочу принять ванну. Давай-давай-давай-давай, уходи. Всё-всё-всё. Если в Юрмале такой огромный пляж, значит есть и куча водных развлечений. Латыши молодцы! Всё предусмотрели. Даже для такого бюджетного туриста, как я, у них есть очень интересное, эксклюзивное и креативное водное развлечение. Называется оно гидрофойл. Это такая специальная доска, к которой прикреплено подводное крыло. С его помощью можно круто трюкачать на воде. Я хочу покататься на гидрофоуле. Без проблем. Вот он, готов. Я готов. А что мне нужно для того, чтобы мы были готовы вместе? Вот гидрокостюм, жилет спасательный, шлем. Евро 20 минут. Значит не будем терять времени. Удивительно, что с морским сезоном мы проездили уже 20… вот 29-я страна. И впервые именно в Латвии я встретился с гидрофоулем. Круто. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Не понял. Кажется, это сложнее, чем я думал. Попробую еще раз. Обнадеживаешь. Сколько там уже евро накапало? Шесть евро впустую. Я так еще никогда не тратил деньги. По словам инструктора, здесь важно использовать тяжесть тела, чтобы доску не водила по волнам в разные стороны. Ну, теперь точно получится. Оказалось, для того, чтобы полноценно управлять этой штукой, нужны месяцы тренировок. Любовь с первого взгляда – это не про гидрофоулем. Это было эпично. Слушайте, ну, весьма, мне кажется, травматичный при неправильном подходе вид спорта. Так просто за десять минут, как я думал, здесь не разобраться. Надо приходить на целый день, выслушать всю технику безопасности, аккуратно, поэтапно подходить к этому процессу. А так типа наобум. А, евро двадцать. А чего бы нет? Здесь так это не работает. Все-таки это не бюджетный вид спорта. Карета у меня уже есть. Замок тоже. Осталось оседлать сказочного дракона. Я Алина. Меня Роман зовут. Роман? Это что, мой дель-лаплан? Да, мы на нем полетели. Это первый раз просто у меня, понимаете? И страшно, и очень интересно. Итак, мой дель-лаплан или дельталет – это такой летательный аппарат с мотором и гибким треугольным крылом. Разгоняться может до восьмидесяти километров в час. Ну все, я буду вашим вторым пилотом? Да. Отлично. Идем. В воздухе испытываешь просто потрясающее ощущение. Это не сравнить с полетами на вертолете или самолете. Здесь тебя ждет полная свобода. Со всех сторон обдувает ветер. Ты паришь над рекой, городом, домами. Кажется, опускаешься так низко, что можешь задеть ногой крыши зданий. Наверное, так чувствует себя птица, свысока рассматривая город. Просто детский восторг! Т Iran Rouxet «У-ххоха, неваменькая гибкость» «Ух ты! Это было так круто, Роман, спасибо большое!» Спасибо. Я летала. Я в шоке. Мы просто воплотили одну маленькую мечту. Это очень круто и необычно. Такое ощущение, как будто бы я на майских каталась на катамаране и просто поднялся сильный ветер. Класс. Надо еще попробовать. Это круто. Итак, самое время найти себе ночлег. В Юрмале самый дешевый хостел стоит 15 евро. Но если вы хотите быть единоправным владельцем комнаты, как я, то хостел вам не подойдет. Зато есть кемпинг. Итак, вот одноместный домик 13 евро. Здравствуйте. Я бы хотел снять одноместный домик за 13 евро. Кемпинг Немо напоминает старый пионерский лагерь. И состоит из вот таких деревянных домиков. Мой тридцать пятый. Ой, а тут прикольно. Итак, в моем домике есть кровать, стул, вешалка и все. Все, нет лишней суеты всей. Бассейн, вторые этажи, комнаты прислуги, вид на море. Это все. Оставьте тем, у кого уровень сознания ограничен. А я как тот старец, который узрел. Мне достаточно вот так вот. Мне даже матрас лишний. Могу спать на голой кровати. Над городом полетала, аппетит нагуляла, самое время подкрепиться. Для этого я приехала в ресторан традиционной латвийской кухни под названием 12-21. Фишка ресторана в том, что здесь к столу подают то, что можно подстрелить или насобирать в ближайшем лесу. Ну что, посмотрим, какие звери здесь водятся. Первый сюрприз. Ммм, а что это? Это бобер горячего копчения с ананасом винегетом. Бобер? Ну что же ты бобер, попался так, а? Ну попробуем. Мясо немного как копченое, что ли, напоминает, не знаю, колбаску напоминает копченую. Или вот на холодец, только без вот этой вот желейной части, не знаю, почему. Оно такое пряное, есть такой вот приятный привкус приправ. Вкусно, необычно. И если бы я не знала, что это бобер, я бы никогда этого не поняла. Да, кому-то может показаться история с бобром достаточно печальная. Но в стране существуют проблемы. Бобры уничтожают вековые деревья. Они съедают магнолии и другие деревья, занесенные в Красную книгу. Так, с бобром справились. Теперь узнаем, кто еще населяет латвийские леса. Но это мясо. И что это такое у нас? Весной голубь с глазированной вишней и сыром моцарелла. Голубь, спасибо. Голубь, бобер. Интересно. Хорошо. Лесной голубь. Попробуем. Интересно, птица, а по вкусу как печень. То ли это лесной голубь такой, то ли в этом ресторане так необычно готовят. Ну прям вот по запаху печени. Если бы я ела с закрытыми глазами, я бы сказала, что это печень. Удивили так удивили. И наконец блюдо под номером три. Так, я же боюсь вашего приближения. Кто это на этот раз? Спинка лесного зайца, обжарена в пекон орехов, какао-пабаме, подается с полентой шалфея. Ой, пахнет чем-то сладким. А, этот сверху соус с орехами. Не будем акцентировать внимание на зайцы. Будем думать про орехи. За счет соуса, довольно-таки сладкого, с орехами, создается впечатление, что ты вообще ешь десерт. Мясо не имеет какого-то ярко выраженного вкуса или запаха. Еще подается полента. Очень вкусная. Да. Традиционная латвийская кухня очень разнообразна. И вы тут точно найдете какие-то нестандартные блюда. Всем любителям чего-нибудь новенького или особенного нужно ехать сюда. Я тоже решил поужинать и отправился в ресторан Куриндж. Говорят, здесь можно не только попробовать традиционную кухню. Но и сделать это за небольшие деньги. Добрый вечер. Добрый вечер. Я много слышал хорошего в вашем ресторане. Спасибо. Порекомендуйте мне что-нибудь традиционное, пожалуйста. Очень традиционная будет селедка на углях. 7 евро? Да. А порция большая? В порции, да, там будет селедочка на углях, где-то такая. И там еще свежие овощи, картошка будет и творог. Супер. Да? Одну такую. Спасибо. Одну такую. Все, я там присяду. Кроме низких цен, заведение может похвастаться уютным интерьером. В эклектичном стиле. Это когда из кучи, казалось бы, случайных вещей создают модные дизайнерские решения. Ух ты. Какая она огромная. Спасибо большое. Слушайте, ну вот это я понимаю порция. Я заказал селедку за 7 евро. Мне принесли селедку, картофель, огурцы, петрушку, лук, помидоры и творог. Это гениально. Посмотрите, какая подача, да? Авторская селедка в газете. Мне кажется, это такой рекламный ход. Свежая селедка, свежая газета. В сегодняшний упаковали, чтобы показать, что селедка свежая. Итак, попробуем. Это так вкусно. Это действительно соленая селедка, поджаренная на углях. И это очень вкусно. Прям действительно очень вкусно. Она тает во рту. Если вы когда-нибудь запекали рыбу на костре, то наверняка знаете, что такое с дымком. У моей селедки примерно такой же вкус. Единственный недостаток – много костей. Перед сном я решила зайти в местный спа-центр и принять расслабляющий массаж. Особенность латвийского спа-массажа в том, что массируют тебя шлифованными морскими раковинами, в которые заливают специальные массажные масла. Разогретые ракушки расширяют поры и очищают кожу. Такой себе спа на латышский манер. Очень расслабляет. Самое то после сложного насыщенного дня. Ребята, мне очень нравится латвия. Просто очень. А массаж волшебный. Вам надо попробовать. Спокойной ночи, латыши. ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Ну что, новый день? Юрмала, хочу положительных эмоций. Доброе утро. Завтрак. Видите, у меня все включено в номер. Правда, я сам включил, но... Шпроты рижские. Хлеб ржаной. По-настоящему доброе утро. Последний бутерброд и еду. Ну что, если я с ним еще один, у меня ноги отнимутся от удовольствия. Алинка, тебе так не жить. А пока бедняки едят шпроты из банки, богачи ловят свою рыбку сами. Поэтому сегодня я отправлюсь на рыбалку и рыбачить буду не на какой-нибудь дырявой лодке, а на красавице-яхте. Знакомьтесь, Либава. Это реконструкция голландской яхты 17-го века. Одномачтовое судно под тремя алыми парусами. Украшенная барокковой резьбой. Команда и Капитан прилагаются. Мне сегодня обещали стопроцентный клев. Будет? Как на черных камнях? Вот так же. И Капитан не обманул. Клев не заставил себя долго ждать. Тяжелый, он такой тяжелый. Она гнется. Посмотри, как гнется удочка. Большой такой. Килограмм на раз-два. Так, хорошо. У меня появляется азарт. Давайте еще. За каких-то пару минут я поймала двух судаков и огромного угря. Думаете, я такая удачливая? Как бы не так. Все дело в том, что рыбалка у состоятельных латышей выглядит так. Миллионеры покупают рыбу и отдают ее водолазам. А те под водой нанизывают рыбин на крючок. После того, как рыба поймана, с ней фоткаются и отпускают обратно в воду. Спасибо тебе за аттракцион. Было весело. Реально, как змея. Такая вот пацифистская латышская рыбалка. Но он теперь долго из пещеры не выйдет, я вам хочу сказать. Второй день своего уикенда я решил полностью посвятить экстремальным развлечениям. И все они находятся в городке под названием Сигулда, неподалеку от Юрмал. Я приехал в Сигулду. Сигулда – это кардинально другая Латвия. Посмотрите, какая красота. Сегодня я планирую оторваться по полной. Слушайте, с одной стороны бесплатно, с другой стороны голубь. Это подстава. Это часть традиции. Хорошо, давайте сделаем это. Давайте сделаем это. Хорошо, давайте сделаем это сегодня. Давайте сделаем это. Для тех, кто не знает, банджи – это такой свободный прыжок с огромной высоты. Совершают его при помощи длинного эластичного канота. Экстремалы в Сигулде прыгают отсюда с высоты в 43 метра. Это как сигануть с 14-го этажа. Здравствуйте, господа. Приятные люди. Они еще не знают, что прыжок с банджи – это еще не самое страшное, что ожидает их в этой кабинке. Честно, я уже и сам не рад, что согласился на всю эту авантюру. Может, было проще одолжить у кого-то 60 евро? Мне кажется, вот сейчас, глядя вниз и глядя вообще на все это мероприятие, мой организм задает мне вопрос, говорит, что ты делаешь, хозяин, ты дебил вообще? Ради чего? Он не понимает, что происходит. Ведь каждый раз я не имею те же чувства. И зачем я сюда опять прилез? Просто этому мне никто не предлагал прыгать, гол. Ладно, раз пришел – надо прыгать. Ну что, процесс пошел. Мне кажется, я сейчас разденусь и никто не обратит внимания, потому что каждый так сильно думает о своем прыжке, что им как бы пофиг на то, что происходит во группе. Раздеваться на глазах у изумленной публики – такой себе опыт. Но в этом есть свой плюс. Краснеет смущение – у тебя пропадает страх с самого прыжка. Чем дальше прыгнешь, тем весней. Используетсяmares для правилки. Мы так уже находимся угодно. Давай. Таая finde. Та и таинь. Все прыжки. Начнать, что шутка ahead так и позвониться. О-о-о! Я больше никогда этого не буду делать, все! На самом деле, самое стремное развлечение Латвии находится в городке Лиепае. Сюда я и приехала. Всегда интересно, что находится за забором, тем более, с колючей проволокой. Добрый день! Здоровья, Виталия. Вот, прочитала, подписалась, подпись, полный адрес. Работаем. А, меня Алина зовут. Без разницы, тут все едины. Я приехала в тюрьму для военных преступников под названием Короста. Здесь держали дезертиров, расхитителей военного имущества и врагов народа на протяжении ста лет. Сегодня здесь проводят уникальный квест. Почувствуй себя военным преступником. Цацки убрала? Цацки? Быстро, цацки убрала. Ребята, мне кажется, что квест начался. С момента подписания документа начинается квест. И закончится он только тогда, когда разрешит конвоир. Прям ладно. С взглядом на калитку, руки за голову и вперед гусиным шагом до конца голой линии. Марш! Так, я, конечно… Не покой. Ну почему? Я просто, когда нервничаю, всегда улыбаюсь. Мой конвоир – Анрис Узигов. Бывший военный. Отстранен от службы. Причина держится в строжайшем секрете. У меня упор лежа. Работаем! Давай быстренько работаем! Я очень дожил. Время идет. Суть квеста – перемирить на себя шкуру военно-пленного. Сначала муштра на плацу. Здесь раз, здесь два. Здесь раз, здесь два. Работаем. Если я старый хрыч могу, то и ты касаем уже. Работаем! После чего вас заводят в здание тюрьмы. Тебе! Черт! Жизнь! А что, тут двое, что ли? Нет! Куда? Я не понимаю. Присела, сняв решетку, сказано было. Покинуть тюрьму можно было тремя способами. Пройти штрафбат, быть расстрелянным. Или попытаться выжить в здешних казематах. Исход рано или поздно один и тот же. Ну это все та жесть какая-то. Сначала на вас заводили уголовное дело. Это ваш порядковый номер. У нас нет имени, нет фамилии, есть только номер. Затем отправляли на медосмотр. Здравствуйте. Дальше следовал допрос. Камеру. Ой, там он опять сидит. Ах, я не виделись. Ну тут наш фан. Игорь, в любом мире и отчестве. Островская Алина Игоревна. Добрый день. Вместо? 89-й. Место развлечений – хозработы. Задания для умственно развитых, типа тебя. Видишь вода? Вижу. А за малейшее непослушание отправляли в одиночку. Я не хочу играть, пожалуйста. Ну выпусти, мне надо жить какой-то. Написю, написю, написю на руку. После всех издевательств вас в конце концов отпускают и вручают личное дело. На этом квест окончен. Слава Богу. И так ваша карточка выдается вам уже. Спасибо. Я хочу забыть это. Просто забыть. В Сигулде есть еще одно крутое развлечение для любителей экстрима. Настоящая бобслейная трасса, которая доступна для обычных туристов. Бобслей – это олимпийский вид спорта. В чем его суть? Команды совершают заезды, управляя специальными санями – бобами. Побеждает команда с наилучшим временем по итогу заезда. Летом спортсмены тренируются на вот таких площадках. Платформа в Сигулде – это почти полтора километра извилистого серпантина. 16 виражей, на которых можно разгоняться до 125 километров в час. Всего за 10 евро я могу испытать то, что раньше было доступно только профессиональным бобслейстам. Правда, в конце не будет там медалей наград, но ничего страшного, я готов кинуть на эту жертву. Ребят, это просто нечто. Сани разгонять до такой скорости, что кажется, будто до конца маршрута растрясешь то, что не потерял на банджи-джампинге. Судишь и думаешь, как бы дожить до финиша. Страшно, быстро, иногда больно, но при этом очень круто. Только вот, кажется, спину защемило. Класс! Я думал, у меня голову оставлю на первом повороте, спину оставлю на втором. Было круто. Класс! Так, даю установку. Найти бутылку Орла и Орешки и потратить 100 долларов на интересное развлечение. Я верю у вас. Хоп! Хоп! Если будете загорать на пляжах Юрмалы, знайте, наш клад ждет вас неподалеку. Чтобы его отыскать, отправляйтесь на проспект Дзинтери, перпендикулярно которому расположена улочка Цесвайнес. Сверните на нее и пройдите примерно 80 шагов вглубь леса. Там отыщите вырванное дерево. Рядом с его корнями и закопана наша бутылка. Юрмала. Курорт, который не перестает удивлять. Вид уникальный юрмальский. Богачи могут оторваться здесь на полную катушку. Воплотив в жизнь самые странные фантазии. Рот открывать сил хватает, значит сил хватает и работать. Я хочу забыть это, просто забыть. При этом бюджетным туристам здесь тоже рады. Свежая селедка, свежая газета. И даже при минимуме денег… И даже матрас лишний. Могу спать там. Голая кровать. Юрмала не даст вам заскучать. Таких бывают. 6 евро впустую. Это очень круто и необычно. Крепные люди. Давай, давай, уходи. Я больше никогда этого не буду делать. Все, хватит. О, Алинка, я тебя слышу. О, привет. Привет. Как ты? Ой, ну Латвия удивила так удивила. Человек, который приезжает сюда с большими деньгами или с золотой картой может позволить себе очень разнообразный отдых. Я была на корабле, на старинном. Я была как принцесса в замке. Даже в тюрьме была, Коль. В тюрьме была. У Алинки появились деньги, появились проблемы. Я не хочу. Это вообще не смешно. Вот это вообще не смешно. Не хочу об этом никогда вспоминать. На логово заглянуло. Это такое спокойное место. Вот посмотри по сторонам. Эй, что такое? Что? Вот теперь я выгляжу так. Я, можно сказать, впал в ступор после очень экстремального дня. У меня был банджи-джампинг, причем такой очень откровенный. Я, можно сказать, открылся перед народом. Я оказался на настоящем спортивном бобе. Бобслей называется этот вид спорта. Это тоже отразилось на моей осанке. Ну и в конце я, знаешь, хотел попробовать, а в итоге, мне кажется, протестировал новый вид водного транспорта. Он называется гидрофоуль. И это отвратительно для меня, по крайней мере. Я несколько раз ударился лицом об воду. И я бы запретил этот гидрофоуль, чтобы сохранить здоровье людей. Все, теперь моя шея поворачивается только с моей ногой. Ну а Юрмала тебе как? Юрмала? Юрмала отлично. Она очень спокойный городок. И лучше бы я здесь и остался. Пока, друзья. До новых встреч. Сделаешь мне массажик? С бум-бумом. Ладно, без бум-бума. Ах. Ах.